Всем привет! Вы на канале Фолстон. С вами, как всегда, я Костя. И сегодня самое время для нового ролика на моем канале. Если вы еще не подписались на мой канал, сделайте это как можно быстрее, чтобы не пропустить новые ролики. Ну а сейчас я расскажу вам о роскошной жизни одного из лидеров Шахтера Тайсона. Хотите увидеть как можно скорее? Тогда смотрите. Свою карьеру, как ни удивительно, футболист начинал в Бразилии. А свой первый профессиональный контакт подписал в далеком 2008 году с клубом Интернационал. Как известно, Бразилия одна из стран, где зарплаты футболистов не раздуты до небес даже сейчас. В 2016 году в результате исследований оказалось, что у 82% профессиональных футболистов в Бразилии зарплата едва превышает минималку и составляет всего 252 доллара. По словам представителя Федерации футбола этой южноамериканской страны, в опросе участвовало более 28 тысяч игроков. Однако всего у одного из них зарплата оказалась выше полумиллиона реала в месяц. Это чуть более 90 тысяч долларов. Сами понимаете, что в 2008 году и у Тайсона зарплата была копеечная. Поиграв там всего два года, его заприметили ребята из Харьковского металлиста. Да, тогда Мир Чалучевский увел ввод туда покупку молодых бразильцев сразу по нескольким причинам. Во-первых, у них классная техника. Во-вторых, они стоят небольших денег. Подобными суммами располагал практически любой профессиональный клуб. Кстати, интересно, что согласно порталу Трансфер Маркет, стоимость Тайсона при переходе в металлист составляла всего 1,2 миллиона евро. Но бразильцы доторговались аж до 6,3 миллионов. В 2013 году его продали в Шахтер за 15 миллионов. Так что металлисту тоже удалось заработать на бразильском игроке. Как известно, в украинских клубах очень трепетно относятся к оглашению персональных контрактов. Но достоверно известно, что бразильец получает сейчас около 3 миллионов евро. Для УПЛ это более чем достойная зарплата, практически 60 тысяч евро еженедельно. Но Тайсону уже 32 года, и Зенит карьеры уже близок. Поэтому, если верить слухам, футболист подумывает о возвращении на родину в интернационал. Но у бразильского клуба нет Рената Ахметова, и нет возможности платить ту зарплату, к которой он привык. Говорят, ему придется отказаться от половины суммы, поскольку больше клуб просто не может себе позволить. Да, за 30 тысяч в неделю тоже можно не грустить, но 60 все-таки будет по приятке. Тайсон, кстати, в отличие от того же Марлоса, не стал проходить процедуру натурализации, и даже провел 7 матчей за сборной Бразилии. Но, тем не менее, 10 лет в Украине бесследно не прошли, и мы смотрим, как же он там живет. Поехали! Но сначала воспользуйтесь своим шансом и попадите в мой следующий видос. Сейчас на экране появится облик футболиста, а вы должны будете отгадать его всего лишь за 3 секунды. Первые 5 правильно угадавших попадут в мой следующий видос. В комментариях напишите имя, фамилию, а также клубы, за которые играл или сейчас играет футболист. Ну что, готовы? Погнали! И, кстати, победителя из видео «Роскошная жизнь» Ансу Фати я назову в конце ролика. Так что не переключайтесь и дождитесь. А живет бразильский Тайсон в футбольной общаге. Ну, это не в прямом смысле. Короче, сейчас все поймете. Оказывается, в Новопечерских Липках в Киеве живет просто целая гора футболистов. Почти весь состав шахтеров после переезда в столицу поселился именно там. Кроме того, еще и целый ряд игроков «Динамо» также там приобретали недвижку. Тот же «Цыганков», о котором я делал видео ранее. Цена квартир там не скромная. Двухкомнатная стартует от 180 тысяч долларов. И это с голыми стенами от застройщика. Безусловно, в таких домах есть смысл покупать хатки на высоте, поскольку оттуда открывается реально крутой вид на город. У Тайсона, например, не однушка, а квартирка с тремя комнатами и просторной кухней. Все выполнено в белых тонах, как, в принципе, и любит любой уважающий себя бразилец. Кроме просторной и элитной квартирки, в этом ЖК есть отличная придомовая территория. И Тайсон со своей второй половинкой не устают делиться фотками оттуда в своих соцсетях. Тайсон не сильно осветит свои транспортные средства, но я все-таки блогер-наблюдательный. И понял, на чем передвигается бразилец. Посмотрите на это фото. На фоне за супругой Тайсона находится белый рейндж-ровер. А вот еще такое фото. И хотя не видно никаких логотипов, но тем не менее, парочку запросов в гугле показывает, что это все-таки рейндж. При этом эти три круглых элемента на панели намекают на то, что это не самая свежая модель. Где-то 14-17-й годов. Цена на такую машинку 55 тысяч долларов. Плюс-минус. Плюс и сам Тайсон засветился в этом авто. Так что мы с вами точно знаем, на чем катается футболист. Ну, раз уж мы с вами упомянули жену Тайсона, так давайте поговорим о ней подробнее. Избранницу бразильца зовут Габриэла Матиас. И ей позавидует чуть ли не любая модель. Она в отличной форме, регулярно занимается в зале и постоянно радует своих подписчиков аппетитными фотками. Как и у любой бразильянки, у девушки культ тела, и она не стесняется демонстрировать свои формы на широкую публику. Кроме красоты в купальнике, у девушки еще и действительно классный вкус на одежду. Уверен, ее луками восхищается не один десяток модниц. Помимо демонстрации своей персоны в одежде и без нее, Габриэла раздает советы по мейкапу прямо у себя в профиле. У пары нет детей, однако у Тайсона есть дочь Мария Эдуарда от первого брака. Сейчас футболист редко с ней видится, поскольку у девочки осталась жить с мамой Бразилии. Кстати, на этом фото именно она, сейчас ей уже 12 лет. Тайсон, кстати, обожает свою маму и частенько путешествует с ней по миру. Всем бы так уважать и ценить своих родителей. А вот сейчас вы точно не будете разочарованы, потому что у Тайсона целый набор стандартных увлечений футболистов. Просто огромная любовь бразильца Мате. Вы только посмотрите инстаграм Тайсона. Пожалуй, каждые 6-7 постов, а то и чаще мелькает фотка Тайсона с этим магическим чаем. Не буду объяснять, что это за чай, все уже о нем наслышаны 300 раз. В принципе, неудивительно, что парень из Латинской Америки пьет напиток, который максимально популярен в Латинской Америке. Удивительно только то, что он делает так много постов с этим чаем в ленте. Еще одна любовь бразильца – барабаны. Инстаграм и тут его спалил. Ну и еще Тайсон очень любит готовить мясо. В инстаграме полно фото, где он стоит с шампурами, полными мяса наперевес. Походу и в Бразилии готовку мяса на мангале или гриле женщинам не доверяет. Если говорить про другие виды спорта, то Тайсон любит смотреть и играть в баскетбол. У него даже есть парочка баскетбольных джерси. Ну и, конечно же, куда без всеми любимой плойки и фифы. Несмотря на то, что Тайсон уже где-то 10 лет в Украине, он постоянно пытается вырваться в Бразилию. Там, на родине, у него огромное количество друзей, и Тайсон частенько выкладывает с ними совместные фотки. В Украине, безусловно, в первую очередь он общается с одноклубниками-бразильцами. ТТ, Марлосом, Исмаиле, Витау и другими ребятами. Сборной Бразилии неплохо покорешивался с Марселло. Хотя с кем Марселло только не дружит. Он еще тот весельчак. А теперь пришло время назвать победителей из видео «Роскошные жизни Ансу Фати». Там я попросил вас угадать облик футболиста, и это был Пьер Мерри Кабымьян. И вот мои победители. Поздравляю вас, ребят. Вы настоящие футбольные знатоки. Ну а с вами был Костя Фолстон. Не забывайте про лайки и подписки, а также колокольчики, чтобы не пропустить мой следующий видос. Ну а я погнал делать следующий ролик. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok